Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. 26 апреля отмечается день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. И, как вы понимаете, мы решили эту тему тоже, безусловно, вспомнить, потому что, во-первых, все еще не так давно произошло, хотя годы бегут, но люди, которые непосредственно участвовали в ликвидации последствий этой аварии, их становится все меньше, в том числе и в силу опасности вот этой самой ликвидации. В Люберцах, по разным данным, проживает более 200 участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Но все подробности мы узнаем, что называется, с первых уст. Заместитель председателя Люберецкой общественной организации «Союз Чернобыля России» Александр Сергеевич Костин присутствует здесь у нас в студии, полковник в отставке. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Добрый день! То есть, действительно, около 200, да, примерно, человек проживает? Я точно вам не могу сказать, но, во всяком случае, на тех мероприятиях, в которых мы принимаем участие, ну, бывает там от 30 до 40 вот так человек. Ну, кажется, совсем вроде бы давно, а с другой стороны, и недавно, 86-й год, мы все были свидетелями по разные, правда, стороны этой ситуации, что как вы попали в эту ситуацию, как вы, во-первых, услышали от Чернобыля вообще, вот ваши ощущения, как это было тогда, в 86-м году? Ну, вообще-то, я по образованию профессиональный химик, поэтому я хорошо представляю эту тему, вот, а услышали мы очень просто. Значит, поскольку все были военнослужащие, то нам просто довели эту информацию на офицерском собрании, ну, а дальше пошла работа. Но назвали уж сначала, помните, тогда даже официального еще не было сообщения, или по вашей линии уже пошло сразу, что авария серьезная? Вы знаете, я тогда был капитаном, вот, и вся информация до меня доводилась через командира части. А уж как она приходила, я здесь сочинять не буду. Но было ощущение, что это непростая, скажем так, история начинается? Конечно, конечно, потому что все, что связано с радиацией, это непростая тема и непростая ситуация. И до этого, в общем-то, ну, наверное, были какие-то небольшие утечки, ну, все-таки проходили всевозможные эксперименты, ну, вот так, чтобы в бытовом, так сказать, плане, да, это было, наверное, впервые. Ну, видите, в чем дело. Мы же ведь имели опыт, и нас учили в Академии на примере тех же самых атомных станций. Вот, так что... Так называемая нештатная ситуация, да? Ну, да, да, да. Ну, это больше, как бы, относилось к обслуживающему персоналу, чем к военным. А у вас какая была специальность, как у химика, как называлась? Вообще у меня, если так вот, военная специальность, химик-дегазатор. Угу, интересно, да. Вот. Ну, профессионально, это я специалист в области материаловедения. И когда сообщили, что вот об этом событии, да, что там, значит, произошла авария на Чернобыльской АЭС, там, вот, мы, естественно, поскольку люди подготовлены, мы поняли, что нас, несмотря на то, что служили в авиации, нас к этому делу привлекут. И, действительно, значит, первая группа уехала туда, было 28-го числа. Через два дня. Да, через два дня. Ну, на мой взгляд, это правильно, потому что поднимать кого-то и сразу побежали. Надо сначала все-таки разобраться. Совершенно верно, совершенно верно. Тем более, что, насколько я себе представляю, там сначала работал чисто Минатом. Угу. Вот. Ну, как бы своими силами они поднялись. Ну, потому что масштаба... Не понимали твоего вещи, наверное. Я не буду говорить так, потому что в Минатоме очень хорошие специалисты, они все прекрасно понимали. Угу. Ну, просто по линии Министерства обороны, видимо, та информация, которая доводилась, она доводилась сразу. И до нас. Значит, первая группа наша уехала. Вот. А мне довелось участвовать в этом мероприятии во второй группе. Угу. Наша группа уехала 3-го мая. Улетели мы. Угу. Мы прилетели, значит, сели на аэродром. Так. Первое, что поразило, это, вот представьте, в 10 рядов вверх и метров 30-40, наверное, это сумки с грузовыми парашютами. Для авиации парашют это вообще святое. Угу. Оказывается, первый способ закрыть жерло заключался в следующем. На Ми-26, на Ми-6, значит, брали длинную доску, накладывали на эту доску мешки, там, с доломитом, там, открывали аппарели, и, зависая над жерлом, значит, сбрасывали вот эти мешки. И, да, так было, значит, это уже 3-го мая такой был продуман вариант. Это то, что мы увидели, придя туда во второй группе. Угу. Значит, хочу сразу сказать, что люди, которые занимались, которые участвовали в этом мероприятии по линии военно-воздушных сил, это люди чрезвычайно героические, и это я не о себе. И самое главное, чрезвычайно ответственное, потому что, ну вот представляете, да, завис вертолет, сбросили груз, командир спрашивает, попали, попали, уходим. Угу. То есть не то, что там быстренько пролетели, там, на какой-то скорости, там, сбросили, нет. Было вот так. Вот как вели себя люди вот в этой ситуации. Ну, кстати, видео есть, да, когда вертолеты работают. Да, 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 да. Вот. И наша задача заключалась, вернее, перед нами была поставлена следующая задача. Что делать с авиационной техникой? Угу. Потому что химики, ну, химвойска, они когда начали проверять технику, то поняли, что техника заражена. Фонит. Фонит, да. Значит, и встал вопрос, что делать. Как ее обрабатывать, да? Что делать с вертолетами, как их обрабатывать и так далее, и так далее, и так далее. Потому что не получится менять все время, правильно? Ну, дело-то в том, что когда сказали, что, значит, будем отгонять на какую-то там отдельную стоянку, там, будем, значит, задерживать вылеты и так далее, и так далее, нам по-русски объяснили, сами летчики. Что так не будет. Говорит, вы, ребята, сами-то хоть раз туда слетайте и посмотрите, как там вообще, что происходит. Угу. Вы увидите вот этих муравьев, людишек, которые своими руками это все лопатами закидывают. А вы хотите, чтобы мы еще сейчас вот тут присели, и вы... По правилам все делают. Да, и вы тут будете умничать. Угу. Вот. Поэтому была обстановка вот такая. Как мы смеялись, 8 плюс 8. То есть 8 часов работы и еще сколько надо. Вот. Режим работы был очень простой. Значит, в 8-10 часов мы на аэродроме, приходим в гостиницу, привели себя в порядок, поспали и опять. А как, что входило в ваши обязанности в итоге на аэродроме? Значит, вот мы работали как бы парами. Мы с напарником, Бабкин Вячеслав, значит, нам была поставлена задача оценить техническое состояние силовых установок, то есть двигателей. И выработать предложение по их дезактивации и, соответственно, восстановление. Обработка, да, я так понимаю, какая-то должна быть? Да, да. И что придумали? Что такое двигатель в авиации? Двигатель в авиации – это вообще святое. Ну да. Это все. Его не царапать, ничего нельзя. Заливать туда что-то – это бессмысленно. Вот. Ну, надо было сначала выяснить места особо… Скоплений. Зараженные, да. Вот. Когда стали проверять кабину, в кабине, конечно, были достаточно высокие уровни. И когда подошли к двигателям, то мы просто удивились, что, почему, казалось бы, да. А потом более опытные наши коллеги, они нам подсказали, вы, говорит, посмотрите под лентами крепления двигателей. Оказалось, это место повышенной вибрации. И куда засасывался грязный воздух, и все это дело оказывалось вот под этими лентами крепления. А сам двигатель, получается… Сам двигатель, конечно, фонил, но… Чуть меньше. Меньше. Ага. Да. Вот. В полевых условиях с этим сделать было ничего невозможно, потому что это должен быть… Должна быть операция демонтажа, там и так далее, и так далее. Ну, вот. Ну, все, что было возможно, как бы рекомендации дали, мыть там, обрабатывать, и так далее, и так далее. Вот. Об аккуратности речи не шло, потому что с нами летали специалисты в авиации, выпускники Академии имени Жуковского. Это и самолетчики, и двигателисты, и по радиоэлектронному оборудованию. Они нам сразу сказали, что можно делать, что нельзя. Куда нельзя, куда нужно. Совершенно верно. То есть вот этот такой коллектив, сплоченный, работоспособный, он, конечно, с одной стороны, было интересно с точки зрения молодого капитана погеройствовать, а с другой стороны, они тут же на ходу передавали как бы свой опыт. То есть вы по возрасту капитан, а по опыту уже там почти полковником стали, да? Да нет, ну о чем вы говорите, о чем вы говорите? Нет. Просто у нас в группе было два офицера, которые прошли Афганистан. Вот, причем прошли Афганистан и имели государственные награды. Так вот они нам сразу сказали, как ведут себя экипажи и как ведет себя техника вообще вот в таких экстремальных условиях. То есть они нас научили, за что я им очень благодарен был. А сколько вы находились? Там же, насколько я понимаю, были какие-то пересменки? Мы улетели оттуда 10-го числа. То есть вы неделю там вы... Да. Да, это был максимальный срок, на который улетали наши группы. Потом были какие-то обследования, к врачам вы сводили или как? Ну да, конечно. Потом, значит, в поликлинику нашу анализы. Все как это самое. И как анализы что показали? Анализы показали, что в армии нужны здоровые ребята. Нет, на самом деле, никто из нас особенно не нахватался, как говорили. Нас тогда в армии говорили, нахватался Радиков. Ну вот, значит, то, что получили, то свое. Но были ограничения, конечно. Конечно, три самых, господи, три рентгена и все. Нам даже дозиметры дали, чтобы мы эти рентгены мерили там и так далее, и так далее. Но все же прекрасно понимают, да? Если я вот сейчас приду, скажу, что на второй день или на третий день, что вот... Три рентгена. Значит, кто-то приедет сюда вместо меня. Ну, сейчас давайте мы здесь сделаем паузу, потому что специально дал возможность вам рассказать, чтобы мы немножко вот даже с этой стороны посмотрели. Довольно редкая история, потому что, ну, в основном рассказывают про тушение пожара именно там, да. Вот вы рассказали конкретно о своей деятельности. Напомню, что в гостях у нас Александр Сергеевич Костин, полковник в отставке, заместитель и председатель Люберецкой общественной организации «Союз Чернобыль-Россия». Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. У нас в гостях Александр Сергеевич Костин, полковник в отставке, заместитель и председатель Люберецкой общественной организации «Союз Чернобыль-Россия». 26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Мы видим сегодня, что атомная энергетика в различных своих ипостасях, конечно же, дала человечеству очень много. Но, к сожалению, были и вот такие вот случаи. Наверное, Чернобыль стоит отдельным таким элементом во всей этой истории. И мы чуть позже поговорим о самой организации, потому что, я так понимаю, что встречи проходят, какой-то есть регламент. Но вот возвращаясь к тем дням, я прекрасно помню то время, как и многие из наших телезрителей, что узнали мы об этом кое-как. Да, в общем-то, даже не сохранилось нигде такого выпуска новостей. Знаете, как бы вот сегодня бы там прямо что-то рассказывали. Все немножечко, ну, судя по тем документам историческим, там и в руководстве не до конца все понимали, что происходит. Вот как вы считаете, конечно, по рассказам и вашим, и других людей, и фильмы уже, ну, много чего вроде бы Чернобыля касается, но есть ощущение, что тема немножечко сошла на нет. А ведь там ничего особо-то так... Нельзя сказать, что там на 100% все, что называется, заколотили. То есть Чернобыль по-прежнему остается раной на планете Земля? Как вы считаете? Тем более вы химик. Видите ли, в чем дело? Значит, события 9 мая 1986 года, которые произошли как раз в реакторе, они как бы, ну, немножко с другой стороны позволяют оценить вообще реакцию общества и простых людей. Значит, 9 мая поступает от наблюдателей, поступает информация, что опять реактор задымил. Опять, значит, тревога... все на ТОВС, вот. А эти наблюдатели сидели, ну, в квадратик, и с четырех, как бы, точек следили за состоянием вот уже заглушенного реактора. Тут же прошла команда, все. А потом выясняется, что кому-то показалось, что он задымил, а поскольку, значит, все были в таком напряжении, то тут же все прошло, и, значит, все опять закрутилось. Потом, когда наступило светлое время, когда появилась возможность объективно оценить обстановку, да выяснилось, что, оказывается, сделали работу качественно по глушению реактора. Вот. И таких вот, каких-то экстренных ультра-Си ситуаций там не было. Но он сифонит или не сифонит? Давайте так задам вопрос. Вы знаете, вы мне сейчас задали вопрос, который не относится к моей компетенции. Я не специалист в области радиологии и так далее, и так далее, поэтому я вам на этот вопрос квалифицированно ответить не могу. Ну, зона же по-прежнему у нас считается закрытой в мире, я имею в виду. Если мы сейчас не берем государственные принадлежности, то есть не открыто, ничего, все там по-прежнему. Кино только снимают про него, все это страшное. Вы знаете, у нас ведь после Чернобыля были еще такие ситуации, понимаете, на производствах там и так далее, и так далее. Мы вот когда разговаривали с ребятами, которые оттуда вышли, эти белые человечки, мы с ними как раз пересеклись на аэродроме, их увозили, а мы отдыхали. Эти, которые атомщики уже? Да, 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 да. Ну, так, пересеклись. Ну, как, ребята? Ну, вот что? Они так спокойно ответили. Говорят, ну, это нормальная ситуация, почти что штатная. Мы, говорит, сделали все, как у нас по инструкциям. То есть эти все ситуации, они прописаны в соответствующих документах, как себя личный состав должен вести, то есть персонал, извините, как себя персонал должен вести, что он должен делать. Просто масштаб. Такого масштаба, конечно, никто не ожидал. Не ожидал, вот. Поэтому, ну, тот же самый, допустим, на маяке, сразу после Чернобыля. Справились же? Справились. А что касается мест и радиационной обстановки, ну, так это можно, наверное, соответствующую литературу почитать, а какая радиационная обстановка в местах, где добывают те же самые радиоактивные элементы? Ну, хорошо, да, тут есть сейчас, чтобы мы не ушли, вот, знаете, такой, действительно, как вы говорите, мы не специалисты, но, может быть, из-за того, что тогда было мало информации, еще все-таки был Советский Союз, как-то все было дозировано, может быть, из-за этого вот остается такой шлейф, что так до конца и непонятно, в итоге, чем это завершилось. Но у нас есть и другая еще сегодня, так сказать, часть нашего разговора, это все-таки организация. Я помню тоже этот период, когда, ну, все более-менее завершилось и появилось, как вот в нашей стране, да, там воины, интернационалисты, ветераны Великой Отечественной войны, появились у нас чернобыльцы, да, как это называлось в народе. Вот как вы считаете, почему было такое решение, ведь это же не кто-то там сверху сказал, давайте объединяйтесь, да, они начали объединяться под каким общим интересом, что объединяет людей, почему сегодня до сих пор существует эта организация? Это скорее организация взаимопомощи какой-то, или это вот какой-то такой закрытый клуб людей, которые там побывали, и у них есть что вспомнить и что обсудить? Ну, я не буду говорить о тех людях, которых я не знаю, я скажу о тех людях, которые состоят в нашей организации. Значит, мы встречаемся кто один раз в год, кто там чаще, потому что уже стали друзьями там, и так далее, и так далее, вот, но на мероприятиях, которые проводим в нашей организации, а именно возложение к нашему камню цветов. Как сказать, памятные такие мероприятия. Да, 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 да. Потом небольшой товарищеский стол, вот. И, вы знаете, вот честно скажу, никто из присутствующих никогда как-то не рассказывал, как он там геройствовал и что он там делал. Ну, у нас так не принято. Ну, а не о геройстве, а какие-то воспоминания. А вот чисто по-человечески, чисто по-человечески, значит, есть, у каждого из нас есть телефоны соответствующие. И если мне что-то нужно, если там, или я узнал, что кому-то чем-то могу помочь, просто набираем эти телефоны, и все. Никакого пафоса не... Со стороны государства, тем более все начиналось в Советском Союзе, потом, значит, уже в России, есть ощущение, ну, например, вдруг всплеск интереса, да, как я уже говорил, фильмы появляются, причем не только в нашей стране, и разные, ну, иногда понятно, для чего это делать. Игры появляются, да, сегодня на эту тематику. Вы ощущаете поддержку со стороны государства? Есть ли какие-то выплаты сегодня? Есть какие-то, ну, я не знаю, еще дополнительные какие-то льготы у чернобыльцев, которые, насколько мне известно, тоже существуют официально? Вот вы знаете, в нашей организации состоят люди, которые прошли Афганистан и которые прошли Чернобыль. Так я вам хочу сказать, что по вот линии Чернобыля у них претензий никаких абсолютно нет. потому что вот те льготы, которые сразу были назначены государством, потом были пересмотрены в сторону увеличения, там, и так далее, и так далее, они все работают. Работают. Они все работают. Это первое. Второе. Значит, есть определенные преференции для членов семей. Это тоже. Но вот я вам скажу, что, допустим, квартиру я получил после того, как был в Чернобыле. И не потому, что я там был какой-то там разгильдяй, нет. Я состоял в очереди, там, и так далее, и так далее, но значит, все, кто там были, они в той или иной мере были поощрены. Были поощрены. Тот закон, который вышел, он позволил воспользоваться вот этими правами, во всяком случае, я воспользовался всеми этими правами в полном объеме. И надо понимать, что тогда я был в звании капитана, младший офицер. Так что, как бы, вот так. Ну что, 26 апреля, особая такая дата, и думаю, что ее вспомнят и те люди, которые, как и вы, принимали в этом участие. К сожалению, многих уже нет. Кто-то действительно ушел из жизни исключительно, потому что вот был в такой самом, так сказать, нерве этой истории. Кто-то ушел в силу уже возраста своего. Ну, действительно, даже если мы посмотрим хронику тех лет, такое невероятное количество и вот рассказов, историй. И важно, наверное, чтобы Чернобыль действительно помнили не только по играм и кино, но и обращали внимание на реально живущих среди нас людей, которые занимались, это тоже очень интересное название, ликвидация последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Александр Сергеевич, в вашем лице всем передавайте привет от телезрителей, всем участникам организации. Желаем вам здоровья, тем более, что после 26 апреля придет 1 мая, а там и 9 мая. И вот такое будет ощущение из того времени, перенесетесь уже в праздничные дни. Ну и пожелать, чтобы организация по-прежнему, как вы говорите, вы же получаете удовольствие от встречи друг с другом и если что, помогаете, как вы сказали. Конечно. Взял трубку и позвонил. Спасибо вам большое, что пришли и рассказали. Одно слово. Да. Я благодарен, что вы меня пригласили на вашу передачу и хочу от всех чернобыльцев нашей организации поблагодарить вас за то, что не забываете, за то, что уделяете определенное внимание и за то, что, в общем-то, эта тема не уходит с наших экранов и с наших газетных полос. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». У нас в гостях был заместитель председателя Люберецкой общественной организации «Союз Чернобыль-Россия» Александр Сергеевич Костин, полковник в отставке. Ну, а меня зовут Николай Пимненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова